Всем привет! Всем привет! У нас Максим снова с тряпкой в руках. Что-то ему понравилось, видимо, убираться. Да нет, я просто потел так, чтобы пыли не было. Ну, молодец. Пыли теперь у нас не будет. В общем, Максим меня озадачил сегодня. Я, говорит, хочу картошку фри. У нас вот есть такая терочка. Покупала я, по-моему, ее в Галамарте. Нет, в Галамарте. И там есть насадка такая, ну, типа под картошку фри, такая тоненькая. Поэтому я сейчас пожарю ему немножко. У нас тут картошки осталось. Четыре маленькие штучки. Так, погоди, дай. Ну, тебе хватит. Сейчас я ее натру и буду жарить Максу. Пускай поест. Ему так бабушка делала, ему понравилось. Толстенькие. Ну, тут разные насадки есть. Только толстые. Ну, вот пойдет. Такие вот насадочки. Толстые самые. Хорошо. В общем, ладно, буду жарить картошку фри. Получилась целая тарелка. Я думала, мало будет, оказалось. А вы знаете, что? Что? Когда у меня будет много денег, я себе это, кладык прикуплю. Прикуплю, конечно. Котик дышит. Чего-то нету. Быстренько. Среди, да, купили. Ну. Это я Максу сказала, картошка закончилась. Я говорю, тебе хватит. Он говорит, нет, еще надо. Я говорю, а картошки больше нету. В гараж надо ехать за картошкой. Вот он решил квадрик себе купить. Ага. Он там копит деньги? Ну да. Я иду в светофор. Нужно купить упаковочную бумагу и сделать Максу коробочку, в общем, обернуть, как будто это подарок. Это нужно в садик для утренника Максиму. А еще они завтра будут фотографироваться. Надо ему рубашечку беленькую погладить сегодня найти. Еще столько дел. Макс там с Колей дома. Подарочной упаковки здесь нету. Есть зато мишура по 45 рублей. Ну, по 46. Такая вот, которая везде по 100 продается. И все, больше ничего здесь такого нету. Гирлянды есть недорогие. Шарики. В общем, за упаковочной бумагой куда-то в другое место надо будет идти. Или ехать. Ну, я себе здесь тряпочки возьму. По 50 рублей. 58. Это для пола. Сейчас маленькие поищу. Не стала я брать тряпочки, потому что там такая огромная очередь. В общем, я решила не стоять. Из-за каких-то тряпочек. Минут бы, наверное, 20 точно там пришлось стоять. Пойду домой. Ну, с бумагой. Значит, завтра куплю. Завтра Макса в садик отведу. И там уже рядом с садиком где-нибудь куплю. Там много магазинов. Вот. Сейчас пойду домой. Немножко прогулялась. Пойду сейчас посмотрю, чем еще позаниматься. Там еще дел было очень много таких домашних. Нужно белье погладить, там полы помыть. Все такое. Готовить теперь не надо. Наготовила уже неделю. Видео. Не знаю. Видео о заготовке я еще не выкладывала. Я его еще даже не монтировала, потому что там исходников на полтора часа. Очень много времени. Вечером сегодня, наверное, посижу. Помонтирую. Я уже дома. Коля тут себе вареники с... Ой, эти пельмени сварил. Вареники, да. Вареники. Вареники пельмени. Вареники с мясом. Вареники с мясом пельмени. В общем, я проснулся. Вроде в хорошем настроении. Все будет уесть. Я, в общем, у меня все это такая будет. Ну, не будет. В смысле, заходит такая в комнату, говорит. А ты это, есть-то будешь? Я такой, ну да, буду. Она такая, ты спать будешь. Я такой, о, ты уже спать. Короче, он решил спать. Я на него не варила. Но мы с Максом поели. И все. Теперь вот Коля проснулся, тоже решил поесть. Я сейчас их сварю сначала. Потом пожарю. Ну, они маленько полежат, чтобы вода стекла. А потом пожарю. Я и думал, если они на меня сварили, то я бы их сейчас сразу пожарил. И все. Так ты бы сказал, чтобы на тебя сварить. Ну, я видишь, был, как бы, представляешь, вот, когда человек спит, да, такой, просыпается и такой, так, так, надо пожарить, ага, так, чтобы потом сварить. То есть ты просыпаешься, как думаешь. Сварить, чтобы пожарить, а не пожарить, чтобы сварить. Да, ты такой просыпаешься, сначала думаешь, кто я, где я. То есть это вот так происходит с ночной сменой, когда-нибудь. Поэтому. Поэтому у Коли сегодня еще одна ночная смена, и он завтра так же будет спать весь день. Нет, завтра я буду спать меньше, потому что, ну, все, это последняя ночная смена. Ну, в смысле, крайняя. Хватит спать, да. Да, и я, получается, сейчас иду завтра, посплю где-нибудь часов до двух, ну, чтобы ночью можно было нормально уснуть, чтобы ночью не шариться нигде. Вот, ну и, собственно, все. Боня, ты куда полезла? Боня решила мою зарядное захватить в плен. Она решила на подоконнике поспать чуть-чуть. В общем, будем сейчас мы пить чай. О, я сейчас поем пельмени. Сверху закинул мутеллу. Есть мутелла? Есть. Ты же ее один ешь. Нет, я ее не ест. Надо еще пару банок взять. Я стопудово возьму пару банок на Новый год себе. Ну, чтобы в январе прям вот с утра... Чтобы 31-го сидеть и вот так ложками есть. С утра проснулся, все будут болеть с похмелья, а я буду болеть от того, что я ел нутеллу, да, просто вибро съел. Я просто проснусь и вот так вот буду весь январь, получается, а что делать, правильно? Весь январь я буду просто сидеть с утра до вечера и есть нутеллу. А все салаты едят там оливье, знаешь. А Коля нутеллу будет. Можем в гости звать кого-нибудь, да, на нутеллу. У тебя там пельмени не переварятся. А они уже не варятся, они просто лежат в воде, надо их вытаскивать. Они бедоватые сейчас это, ну, раскиснут. Ну да. В общем, ладно, я хочу себе мандаринку почистить и чайочек сделать. Сегодня буду пробовать чай с киви. Ой, знаешь, какую я буду пробовать? Ну-ка, открой, дай, выберу себе. Выбирай. А я буду вот такой. Так, а я буду с бегемотом. Я вчера пил. Так, оригинальный зоначай с воздушным рисом. Вот я пил вчера. О! Самобытный чай буду пить. Самобытный, представляешь? Самобытный? Да, так, с камнями, которые. С камнями или тут какими-то, я даже не знаю, как это назвать. Ну, на картинке, покажи картинку, что его сипонили. Что имеется в виду? Вот такой вот чай. Надо его поближе прям показать. Вот такой вот чай. Коля не захотел покупать в ленте, когда, ну, просто в упаковке. Ну, он просто, вот картинка, картинка выглядит очень странно. Прям, ну, очень просто. Она... Это жень-жень. Это что-то непонятно. Может быть, это жень-жень, а может быть, и нет. В общем, будем пробовать его. А я вот такой экзотический черный чай с ароматом золотого киви буду пробовать. Я знаешь, что еще хочу попробовать? Редкий китайский чай. О-О-Лонг. Я вчера его пробовала. Вкусный. Вкусный, да? Да. Ну, молоком отдает, нет? Нет. Нет? Ой, я тогда буду его. Самобытный маленько подождет. Или не самобытный уже все. Нет, я ладно, попробуй самобытный. А перед работой... Хотя нет, ну, раз в день давай пробовать по-разному чаю вот так вот у нас будет, да? Ну, давай. Я, допустим, как делаю, я пробую каждый день новый какой-то чай. Ну, я тоже чай, я раз в день пью с тобой. Кстати, кто-то спрашивал, что, типа, ну, не позволит себе купить или как-то там что-то такое, да, типа было такую упаковку чая. Но дело не в том, что, как бы, мы ее покупаем, мы первый раз вообще, да, по-моему. Первый раз купили. Да. А все дело в том, что я просто очень сильно хотел, чисто вот из-за того, что попробовать всяких разных чаек, и из-за этого там ее купили, она была по акции, без акции, она стоит 500, что-то, по-моему, до рублей. Ну, да, так, 350, по-моему. Да, ну, за 500 я, как бы, уже убрать не стали, хоть у нас, я не знаю, триллион бы лежал на карте, но я бы снова покупать не стал, за 500, потому что 500, это уже, ну, чересчур, это перебор. За, как бы, 350, в принципе, в принципе, это тоже очень дорого, я считаю, потому что, ну, по сути, вот этот чай, ну, себестоимость, я не знаю, 10 рублей, наверное, да, вот этой упаковки всей. Здесь упаковка самодорогая стоит. В общем, ладно, будем пробовать чай самодорогий. Да, я сейчас тоже буду распаковывать. Кстати, Макс, он у нас немножко не доел эти картошку, жарила ему, он сегодня картошку фри просил у меня. А я думаю, а что это такое? А это была самая, короче, толстая насадка, ну, самая большая. И такие тоненькие получаются. Надо было это. Че? Бабушки, здесь вот не бабушка, знаешь, картошку фри делала? Как? Ножом резала. А, ну, ножом, не знаю, что я даже не подумала ножом порезать. Ну, все. Ножом режешь. Так вот. Как повар, знаешь? И все, на сковородку, там вот так вот, а прямо стоишь, так вот. Жаришь. Я вот помню, я блины когда жарил. Как-нибудь покажу. Не скоро. Да, уже, кто нас смотрит давно-давно, еще с самого начала, те видели, как ты жаришь блины, мы же снимали. Да? Да, еще мы жили на той квартире когда-нибудь. Офигаси. Точно, разок было там, где-то там капец как давно. Вот. В плохом качестве. Кто не поленится, может поискать. Да, не фула жди. Короче, вот так вот берешь блины, закидываешь, ну вот, вот поварешечкой вот этой вот, так вот зачерпываешь. Хоп. На сковородку. Все, он так вот, это... Я думала на плиту. Вот так вот его, вот, раз этого по сковородке по всей, все, он растекся, поставил его, он маленько пожарился. Сковородку нужно вот так вот чуть-чуть тряхануть. Да ты сейчас все масло тряханешь. Все. Да не, не, я же профессионал. А. Вот. Тряхануть маленько надо его. Все, он отлипнет. Потом берем вот так вот сковородку резко вперед и как бы, ну, маленько вот так вот поддеваем ее. И блин переворачивается, и хоп, и так дальше жарим. Короче, мы завтра с тобой будем жарить блины. Ну, я могу показать, как это делается. Профи прям. Ни один блин на пол не упадет. Но если даже и упадет, мы вырежем это. Макс сказал, что ему тоже надо чай. Да? Да. А это какой чай тебе надо? Как у тебя. Как у котика, он сказал. Как у котика, да. Так, ну вот смотри, вот. Что? Если честно, то ему страшно пить. Ну, как на картинке, смотри, прям вообще один в один. Ну. Такие же эти. Вот, если честно, на Кристины и Кокашки похожи, да? Надеюсь, это не они. А ты же захотел, как у котика, чай. Вот и будешь пить. Так, давайте мы сейчас Максиму говорим. Кому? Котику. Котику первому. Котик, тебе первому. А я уже себе тут заварила. Чаечек пахнет. Ну, я не сказала бы, что прям киви пахнет. Может, конечно, золотой киви как-то по-другому пахнет. Ну, вот, как-то так. Я вообще хотела мандаринку съесть. Но решила и чайок тоже попить. Вот такой чаечек получается. Ну, он зелененький. Там ничего не... Не, это самое. Не распускается. Интересный чай такой. Сейчас Макс маленько запарится. Ну, и пахнет он такой, знаешь, как-то непонятно, какой-то у него запах. Здесь не голодный, а он не такой. Не очень, да? Да. Да. Сейчас попробуем. Вкусный, не вкусный. Если не вкусный, то просто возьмем вот так вот и выбросим. Да, да, да. Как-то себе разбавлюсь в холоденькой водичке, я буду пробовать. Ага. Боня, лежишь такая деловая. Ты что лежишь такая деловая? Чуть не на фруктах уже лежишь, чтобы хоть подвинулась маленько. У меня уже на фруктах волосы. Надо помыть их. Да. Кстати, ты что яблоки не ешь? Яблоки взял и не ешь. Мандарины все лопают, а яблоки лежат. Да, да. Ну такой, знаешь, чирек такой. Че это? Такой себе. Не очень, да? Вкусный. Ну да, он такой середнячок такой, я бы сказал. Ну, он бы, в принципе, его пить можно, но как бы... Сладкий. Но целую упаковку ты бы не стал покупать, да? Нет, конечно. А ты ты на меня туда, вот ты. Сюда смотреть? В принципе, мне понравился чай, вот знаешь, какой? С воздушным рисом. Вот этот чай не понравился. Я не пробовала еще. Оригинальный зеленый чай с воздушным рисом мне понравился. С бергамотом мне понравился. Ну и вот сейчас я пью вот этот. А ну так ты и другие просто не пил. Ну, я пока еще, да, я пока еще не дошел. Завтра вот буду пить какой-нибудь. А я пила вот этот вот сицилийский цитрус. Этот апельсин. Ну такой. Ну я тоже жил пил, да? Я тоже жил пил, точно, точно, я жил тоже пил. Да, он такой себе. Он даже не скажет, что он с апельсином. А еще вот этот пила. С виноградом. Ну этот вкусный, понравился. Макс, ты это говорит, да, пил тоже? Да. Я пила те же самые, которые с зайкой. Да, я всегда с Максом чаем делилась. Теперь Коля. Моги. Так, я хочу уже вот еще, знаешь, какой? А, я еще знаешь, какой пробовала? Вот этот вот. Чай с брусникой и ароматом брусничного пирога. Ну и как? Ну такой, ничего вроде. Я хочу попробовать вот черный чай со вкусом, ароматом, со вкусом и ароматом мяты и шоколада. И вот редкий китайский чай Олонг. А я этот буду. Ты уже вон, я тебе налил. Первобытный. 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 В общем, ладно, будем мы пить чай. Всем, кто тоже кушает и пьет чай. Всем приятного аппетита. Максим проверяет, что-то у него осталось. Не у него что осталось, а у нас. У нас с ним что осталось. Ага. Да, фикс. И все это чай. Кстати, нам... Ой, это же киккар. Это твой или мой? Нам пишут, что Максим у нас много сладкого ест. На самом деле, ну, вы там видите, да, что мы покупаем ему сладкого много. А он из сладкого съел одну дольку шоколадки. Ну, вот этот кубик. И ММДэнс. Ну, вот за вот эти несколько дней. И все остальное, все, что мы покупали, там все у него в шкафу лежит. Да, все остальное съел я. А мне можно. Есть сладкого столько, сколько я захочу. И мне! Мы, как бы, Максу не запрещаем сладкое есть, поэтому он у нас, как бы, особо-то и не ест его. Он мандаринку он ест. Я сладкое употребляю прямо много. И я знаю, что это плохо. Можете об этом писать хоть сколько, но я все равно буду есть и есть и есть. И я! И ты? Да. Максим, сладкое. Ты мандаринку ешь? Не, знаешь, что надо реально, кстати, отказываться от сладкого. Я, знаешь, что подумал, что сладкого надо кушать меньше, лучше будут эти вот все деньги. Ну, вот я так сидел, конечно, думал, это, конечно, ну, идея так-то здорово, это все, но оно так что-то не работает. Типа, ну, допустим, знаешь, пойти на красную рыбку, например, потратить и есть красную рыбку вместо сладкого. Оно же вредно все это сладкое, я так это знаю, но... Как бы, блин. Не получается, да? Это самый сильный наркотик, который на земле. Сахар. Это самый сильный наркотик в мире, в принципе. Потому что ты не можешь от него отказаться, ты не можешь слезти с этого сладкого. Ну, хотя, допустим, вот чай, да, я чай пил с сахаром, я не знаю, сколько лет, ну, много. Ну, короче, в школе я пил его, сколько там, классно, до 9-го, что-то примерно такое. Потом просто такой думаю, не буду больше чай с сахаром пить. Просто мне так захотелось. Не потому что там вредно или еще что-то, тогда я на этот момент даже не думал об этом, а просто я так захотел. Просто лень была сахар насыпать. Нет, нет, просто, ну, реально, я такой, сам себе такой думаю, не буду пить чай больше с сахаром. Зачем, не знаю. Ну, просто такая вот фигня в голову взбрела, и вот теперь по сей день я пью чай без сахара, а с сахаром просто хотя бы ложку сахара положить. Пу, прям, мне, ну, вообще не могу. А вот сладкое люблю. Макс любит с сахаром чай пить. Я не могу понять, на какой, я представляю, до сих пор помене не жарю. Я просто не могу понять, на какой, это, так, чтобы они, ну, подгорели, как бы немножко, поджарились, короче. Сколько надо поставить? Они у тебя что там тушатся? Ну, я не знаю, что они там тушатся, реально. Ну, жарятся, Вич, поджарились. Да, Катя, я перевернул их, я тут, знаешь, регулировал, как на это тут, как диджи, прям, стою такой, вот так вот на эти кнопки тут давлю. Как тут, блин, выставить? Ну, вот так вот, Поль, пускай поджарится, и все. На семерочки нормально будет? Ну, да. Коля, тут все притужит. На семерочки нормально будет? Это самое. Да, я когда жарю, все. До свидания просто. На семерочки нормально будет. После меня, это я еще, как бы, ну... Это Коля еще аккуратно пожарил. Это он еще протерт, вот смотрите, за собой немножко. Это из-за того, что, как бы, ну, плита, ну, как бы, классная, я так считаю. Из-за этого, как бы, ну, я тут все крышечкой накрыл. А если бы я жарю, мы бы на той на старой плите, как там дома, я бы даже крышкой не накрывал. Просто бы я поставил, как бы все, вот так вот бы залетело. А оно там было бы не видно, на белой плите, да? Я бы все поел, все. Все равно все видно. Да ты так думаешь, это тебе не видно. Мне все видно. Мне вообще не видно, вообще. Вот здесь, кстати, смотри. Ну вот, на плите видно, да, на столешнице ничего не видно, хотя тут тоже он все забрызган. Вот я про это говорил, ты же видишь, да, вот, как здесь? Ну да, да. Представляешь, вот то же самое будет все на вытяжке. Даже сюда масло, видишь, оно налетело. Но его, видишь, не видно, вытяжка чистила. Но черный было бы очень сильно видно. Черное все это, это все это. До свидания сразу. Я просто, когда я встретил его. Да. А вот здесь. Чего, ударился в стул. Вот так вот. Смотри, мне написано, что вентилятор громко работает. Ну вот, если на единичку включить, ну, в принципе, что нормально. На тройке, это прям уже, если что-то сгорело. Пожар. Да, вот единичка. Да нет, нормально, не громко вообще. Вообще даже не мешает, ну, не слышно. А можно же еще, знаешь, как тягу увеличивать. Можно еще и тот вентилятор, я же его не стал снимать. Кстати, они в левомерле, знаете, что сказали? Тот вентилятор надо убирать, по-другому вы не вставите. Я такой думаю, если головой не думать, то можно, ну, чего Павла делает, да, как бы, вот так вот. В смысле, как вентилятор? Я такой встаю, такой думаю. Ну, говорит, это вот штука, которую я срезал, да, вот эта, корчавая. Кругляшок вот этот, ну, он вставляется, получается, как дудку в эту вентиляцию. Он говорит, типа, ну, вот он будет мешать. Я такой думаю, а, то есть его отпилить нельзя, да, прям. Прям вот, ну, нельзя его пилить, вся конструкция рухнет, да, просто. Я вот перилы прикрутил. Ну, я там еще решеточку куплю и тоже по размеру вырежу, поставлю, чтобы оно все красивенько было, чтобы не было видно вот этих саморезов. И все, все, я думаю. Мне кажется, у тебя там уже скоро все сгорит. Да, я думаю, готово. Так, выключай. Так, как тут? Да, вон туда просто выключи все. Ну, что? Вот, когда включает и выключает. Угу. Все, когда горячая. Угу. И грязная. А она, кстати, быстро остывает. Да, быстро. Так, ну, что? О, мам. Вытяжку включай. Пожар. Кстати, тяга у нее вообще классная. Мимо вообще ничего не проходит. Ну, не пролетает. Полетает, не капли, все, все. Силач. Единую. Все, у меня в ту сторону закрутил ее. Закрыл. Отходи. Все, стоп. Отлетит, тадам. Вот. Хорошо, ты даже в сок брали на пробу. Да, мы решили его открыть. Да, попробую. Я не буду. Я буду кофе, я не буду. Я не буду. Коля греет себе пельмени. Я не буду. Опять. Просто видео закончилось на том, что мы поели. А, да? У меня Макс массаж делал. Это было просто, ну... Макс массажист у нас. Смотрите. Да, было классно. Мне понравилось. А я тут достала гладильную доску, утюг. Сейчас буду все тут подключать, гладить пелье. Я снимаю пробу. Катя, давайте я сниму пробу. Давайте, снимайте пробу, я тоже сниму пробу. Ну, и кашу. Ну, слушай, классный сок. Подъем себя так маленько. Можно еще брать. Ну, как пюре. Ну. Так. Мне понравилось, слушай, пробулость у него сколько. Так. Где тут написано? А, вот. Ну, у меня срогулость, кстати, небольшой. Тебе понравился, Максим, сок? Да. Ну, получается, до февраля месяца. Ну, следующего года. До 21 года. А из которого 21-го динста. Какой пюре, в принципе, это. Ну, он такой, как пюрешка. Ну, да, да. Ну, прикольный такой, да? Я такой сок не очень люблю. Я паску люблю. Макс вообще любит пюрешки у нас. Ну, можно брать это иногда. Ну, да. Ну, так-то вкусно. В общем, я сейчас даю вот эти пюрешки. Остатки вот этих. И поеду на работу. Да. А я не могу дать у нас в черном стоять. А я пойду Максу рубашку найду и тоже ее надо погладить. У тебя теперь усы оранжевые, Максим. Точно смоешь? Точно смоешь? А то присохнут. И у котика. У котика черные усы. Ну, а у тебя оранжевые, как у зайца. У зайца. Попыняется вот такой вот. Коля уехал на работу. Я уже погладила все белье, но там еще стирка стирается, поэтому... Поэтому недолго эта сушилка будет стоять пустая. Макс там у нас купается. А я сейчас буду убираться на кухне после коленой готовки. Буду здесь все отмывать. Здесь все в жиру, в масле. Ну и посуду буду тоже убирать. Надо будет посудомойку сегодня запустить, чтобы завтра проснуться и чтобы уже все чистенькое было. Вот. Поэтому буду сейчас все мыть. Как раз уже и Максим, я думаю, покупается. Максим уснул. Сегодня как-то даже рано. Он в 9.20 уже уснул. Вот. Поэтому я думаю, что он завтра утром должен хорошо проснуться, быть в хорошем настроении. Завтра я поведу его уже в садик. Получается, мы только в пятницу не сходили. Ну и завтра у них еще будет... Приедет фотограф, будут их фотографировать. Поэтому завтра нужно сходить. Вот такие вот дела. А у меня что горло заболело. Я сейчас себе сделаю горячий чай с лимоном и с медом. Надеюсь, ничего серьезного. Поэтому вот буду заканчивать сегодняшнее видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok